Ки-ки-чи. При-би-чи. Зашёл под конец мейтстрима, давно играешь в Диабло, как тебе игра? Я год назад пробовал играть, было интересно проходить сюжетку, в том плане, что ну там, ну как бы, давно ничего не играл в этом жанре. Было прикольно прокачиваться, бегать просто все. Графика была хорошая, анимации. Потом я понял, что игра просто, ну, чисто геймплейно, полное говно. Прошёл там год плюс, её обновили так неплохо, и вот снова начал играть. Пока прикольно, но мне кажется, тоже надоест быстро. Посмотрим. Как часто будешь проводить аукционы, и как думаешь, когда нужно быть следующей? Есть модеры на Kiki Online. Как часто буду проводить аукционы? Раньше часто делаю их, потом всё реже и реже и реже. Последние там где-то полтора года реже и реже. Уже очень редко их делаю. Если раньше, допустим, могло быть аукцион, сыграл игру с аукциона, следующий аукцион и так далее, то сейчас... Мне не совпадают давно интересы со зрителями просто, понимаешь, в чём дело. Зачастую всё сводится к тому, что я провожу аукционы, и в итоге играю, либо смотрю то, что я, ну, не хочу вообще, не смотреть, не играть. Да толку мне их проводить только ради денег. Короче, ничего не могу сказать. Не знаю когда. Не скоро, наверное. А может скоро. На самом деле мне насрать. Но в целом просто желания особо нет. Меня упрашивают в последнее время, типа проведи уже аукцион, ну проведи, ну проведи, ну проведи, ну пора, ну пора, ну проведи. Бляяя! Посади на этот нац, guys! Посмотрите на этот. Просто... Это те самые нацы. Посмотрите, насколько он размятый. Его как будто отпиздили. Не то, что до полусмерти, а до смерти. Он просто размят. Бляяя... Нац размятый и не свежий. О, нет. Раньше вроде играл в топ-2 аука, если был быстрый дроп победителя, почти перестал так делать. Блядь, если я так несколько раз сделал, как одолжение для зрителей. Это не значит, что я обязан так каждый раз сделать. Вот всегда, когда сделаешь чё-то подобное, а потом тебе спать что-то. Почему ты снова так не делаешь? Ты, кстати, 4к на диско не закинул? Я закинул. В смысле не закинул, там было много на диско Элизиум. Блядь. Неху было кидать голосовые. Кто ему виноват? Я, 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 ну, не буду уже перед, это, переделывать аукцион. Смотрел фильм Дариан Грей, не помню, вроде нет. Да, я в курсе про зимнее время. Не понимаю, на самом деле, прикол этой херни. Никто не понимал. Как тебе вчерашний UFC? Какой бой понравился больше всего? Сколько поднял на топурии? Я, к сожалению, свои так и не поставил на него, потому что был слишком маленький кайф. Если бы у тебя было атлетичное тело, ты бы показывал его публично? Странный вопрос. Я бы особо не думал бы вообще об этом. Даже сейчас, ну, не знаю, задумался и затупил. Мда-а-а-а. Мда-а-а-а-а-а! Мда-а-а-а! Мда-а-а-а-а-а-а! Считаешь ли, что игра в шахматы интереснее казика? Странный вопрос. Зависит от условий, от обстоятельств. Если бы тебе дали средство на игру, то есть, если ты проигрываешь, то не теряешь ничего. Но если ты выиграешь, то ты заберу taps. Что будет интереснее? Даже если ты чемпион мира по шахматам Или, я не знаю, если ты дохуя строишь из себя интеллектуала Что будет интереснее потом? А если ты играешь в шахматы просто так И ты даже не игросмейстер И ты потратил в своей жизни огромное количество времени на шахматы И в итоге это абсолютно бесполезный скил, на который ты потратил огромное количество времени И ты даже не игросмейстер И спрашивается, насколько это интересно играть Если ты и так играл в них полжизни Даже многие игросмейстеры жалеют о том, что они проебали свою жизнь на шахматы Потому что шахматы это достаточно унылая хуйня задротская Мало того, так этих гроссмейстеров еще и все подряд обыгрывают, потому что читы юзают Нынче читы юзают, насколько я слышал, ты просто ставишь приложение в хроме, а оно тебе сразу показывает ходы нужные, очень быстро Это пиздец Короче, шахматы это, ну, неблагодарное времяпровождение Даже если ты в них что-то добился, то все равно хрен поиграешь нормально Даже в лайве, я слышал читы есть уже, ну, иногда используют Ну, это, короче, шахматы Dead Game В идеальном мире, конечно, шахматы интересная игра, но мы живем в мире людишек Поэтому шахматы, наверное, это интересно среди любителей в реальной жизни Это что-то на уровне игры в дурака То есть, грубо говоря, шахматы по статусу своему находятся на уровне игры в дурака Ну ладно, можно, конечно, преувеличить За чемпионатами мира и по шахматам следят там люди Многим интересно А ты умеешь в шахматы играть? Ну, умею, конечно Ну, как умею, я правила знаю Я плохо играю очень, то есть, но я слабый игрок Я только в детстве тренировался в шахматы играть, прям до 10 лет, наверное С тех пор я толком, ну, не играл их Шахматы 2 Какие шахматы 2? Вы меня уже наебывали Какие настольные игры тебе нравятся? Настольные? Хоккей этот, аэрохоккей Это же настольная игра Но я понял, о чем ты Не знаю, какие Обычно у меня настольные игры скучные Но шахматы мне нравились Просто в детстве Понимаешь, в детстве, когда я не понимал, что из себя шахматы представляют Понимаешь, в детстве мне казалось, что шахматы это вот как Как многие люди считали в каких-нибудь там 60-х годах в СССР То есть, какие-нибудь там взять 60-е годы, 70-е годы, там 50-е годы Много людей думали, что шахматы это какая-то там невероятная игра для суперумных людей Такая престижная игра В нее там умные играют Ты будешь умнее, ты будешь играть в шахматы и прочее, прочее, прочее Когда мне было лет 8-9 У меня был шахматный компьютер У меня были разные книжки про шахматы Я читал эти книжки Я с компом играл постоянно Я с дедушкой своим играл Я еще пытался с людьми играть Короче, суть в том, что я тоже думал, что это прям крутая, такая невероятная, престижная игра Но чем я становился старше, тем я больше понимал, что шахматы это, блядь, просто пустая трата времени Мало того, что ты никогда не сможешь победить того, кто, допустим, человек Вот у него память феноменальная, ты такого человека в шахматы не одолеешь Ну, это нереально То есть у кого-то есть генетическое преимущество в шахматы Это раз Дальше потом появились компьютеры развитые Ну, развитые Ты понимаешь, что если кто-то читерит, ты никогда ничего не сделаешь Доказать невозможно, победить невозможно, ничего сделать нельзя Дальше по поводу того, что там в шахматах, ну, дурацко это вот задротство дебютов решает Нереально Там дебюты по 16, по 17 ходов могут быть То есть мало того, что шахматы не апдейтятся больше 2000 лет или сколько Хотя придумывали более-менее адекватные вариации шахматы Шахмат, например, там эти шахматы Фишера, которые шахматы 960 Но на них почему-то так и не перешли Их пробовали там играть в турнирах, но на них не перешли Короче, если подумать о шахматах, то там одни сплошные минусы Я же говорю, даже люди, которые посвятили всю жизнь шахматам, они об этом жалеют Зачем они играли в шахматы всю жизнь? Это во времена, когда не было компов Крутой шахматист, он выглядел каким-то мистическим таким Суперумный чел Он там знает, как надо, никто не знает А сейчас даже те, кто играть не умеет, они все равно знают, как надо Даже если вы не умеете играть в шахматы, вы все равно можете знать, как надо По очевидным причинам Это не какая-то уже там мистика или что-то непонятное Никто не считает шахматистов умными Ну, по крайней мере, ну, адекватные люди, я так понимаю, не считают же их умными Потому что они шахматисты А вот 50 лет назад или там 60 лет назад, да Присутствовала какая-то мистика Шахматист мог казаться там умным челом каким-то Это было типа престижно Но компьютеры разъебали шахматы в ноль Показали, насколько это унылая игра И на которую нет смысла тратить жизнь Волк с катаной в зубах смотрит твой стрим На самом деле это можно представить Чисто в теории можно представить, как волк с катаной в зубах смотрит там в монитор или Ну, какой-то, короче, экран, ноутбук у него стоит, он смотрит Там мой стрим идет Самое забавное, что чисто теоретически это реально возможная ситуация Почему? Потому что можно заставить собаку держать в зубах какой-то там меч или нож И можно перед ней включить телек и там поставить мой стрим Чисто теоретически это возможно Какая-то песня Lose Yourself от Eminem Хорошая Какой жанр музыки любишь? Не говно Это сложный жанр музыки Проще говорить, как я не люблю Я не люблю граул, не люблю рэп, не люблю хип-хоп Не люблю слишком тяжелую Ну музыка здесь, ну тут самая лучшая музыка ever Это лучший саундтрек для слота за всю историю буквально Вот мне сейчас здесь вправ, что какая мне музыка нравится Вот такая, например Да такую, я считаю, музыку крайне, ну там прям вот Супер топ Вам не кажется, что этот козел похож на демона? У него лицо одновременно с человеческими чертами А этот Бишоп, знаете на кого похож? Бишоп похож на актера, который играл в этом Эш против зловещих мертвецов Это он, блядь Меееееее Меееее 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 Какой твой любимый актер? Брэд Питт Ты смотрел Twin Peaks, стоит ли начинать смотреть? Ну первые два сезона душноватые Можно потерпеть ради третьего Третий реально... Третий сезон Twin Peaks это жестче, чем Silent Hill Там вот такая же атмосфера, только намного жестче Третий сезон Twin Peaks это Silent Hill X10, наверное Уникальная там атмосфера, конечно, ничего не перепутаешь Какой-то любимый жанр в сериалах или фильмах Триллер, наверное, какой-то Ну как триллер Комбинация разных жанров Это должен быть и триллер И драматический, желательно при этом И с какой-то мистикой То есть самые лучшие жанры как музыки, так и кино Это когда комбинация всего самого лучшего, что есть Не должен быть какой-то один жанр Который ты можешь сказать Вот это вот мое любимое Какой-то один жанр строго В рамках одного жанра Так не бывает ничего хорошего Авантюра новая завтра Открой секрет Я до сих пор ее не записал Там до сих пор придумывают контент Будет какой-то очередной кринж-контент Но я его до сих пор еще не записывал Так что ждите, когда-нибудь это будет Все, всем пока Следующий стрим Игра, в которой я забыл название Короче, то, что выиграла в аукционе Я забыл ее название А вот она, подожди, как она называется Вот, We Happy Few Будет очень интересно Все, пока Семен ВОЛНИТЕЛЬНАЯ МУЗЫКА